всем привет сегодня у нас сложная и фундаментальная тема которую я даже не знаю как адекватно перевести на русский язык именно словосочетание type variants вариативность типов вариантность типов все это не очень хорошо ложится на то о чем мы на самом деле будем разговаривать поэтому для простоты считайте что мы говорим о к вариантности контр-вариантности и инвариантности и так давайте переходить к реальности и так давайте начнем издалека многим из вас наверняка известна аббревиатура solid которая описывает пять основных принципов объектно-ориентированного программирования сегодня в фокусе нашего внимания окажется буква l это принцип замены барбары лисков в частности наверное процентов 50 60 видео будет собственно посвящено рассуждениями так или иначе связанными с ним с этим собственно принципом при этом при этом хочу обратить ваше внимание на то что если вы не знакомы с этими принципами о п ничего страшного сейчас мы со всем разберемся и так все-таки нам понадобятся классы представим себе что у нас есть какой-то класс юзер который описывает какую-то сущность от этого класса унаследован класс админ который обладает всеми возможными правами пользователя и десяткам невозможных и класс супер админ который унаследован от давайте не класс админ на класс owner да что было более предметно и класс админ унаследованы а то унера который обладает всеми возможностями невозможными парочка невероятных способностей вот такие вот три класса и у нас есть некий класс там бейс процессор допустим который имеет на вход метод не знаю там get related юзер который получает на вход сущность типа пользователь и возвращает сущность типа пользователь и так собственно давайте ратюр юзер чтобы была какая-то имплементация чтобы он на меня не жаловался в чем заключается принцип замены барбары лисков вдруг кто забыл вдруг кто не знал если я создаю класс допустим там child процессор до который унаследован от класса бейс процессор то класс child процессор должен быть реализован таким образом чтобы я мог его использовать вместо класса бейс процессор то есть если везде где использовался класс бейс процессор подставить класс child процессор то система не должна сломаться и в ней не должно возникнуть ошибок поскольку из всей дита и всех деталей имплементации у нас есть только метод get related юзер давайте поговорим о том что мы можем здесь написать итак у нас get related юзер как в принципе все имеет один вход да это аргументы функции это вот юзер наш и один выход это возвращаемое значение собственно языке java script выход у нас всегда один но суть не в этом пока что итак что мы можем сделать с инпутом мы можем инпуту дать давайте здесь сделаем не юзер а итак что как мы можем поиграться с реализацией функции get related юзер в нашем дочернем классе мы можем подставить вместо аргументов функции юзера или админа то есть вот у нас это иерархия классов юзер owner админ и мы можем переместиться по ней влево или вправо поэтому вот эту стрелочку сюда нарисую и соответственно то же самое то же самое я могу сделать и с выводом нашей функции давайте посмотрим как будет себя вести flow и поговорим о том почему он так себя будет вести итак прежде всего я возьму и и скажу что моя функция get related owner принимает не оунера а юзера более общий тип супер тип что это означает это означает что у меня ну здесь очевидно return будет несовместим с результатом до owner воспользуюсь хаком который я уже вам показывал declare var own owner чтобы он на меня не плакал нас сейчас не интересует как будет реализована конкретно функция и так что я сделал я сказал что мой дочерний процессор принимает на вход не оунера а более общий тип юзер сломало ли это что-то давайте посмотрим если кто-то использовал bass процессор он передает сюда на вход сущности типа оунера каждый оунер является юзером и все хорошо поэтому никакой ошибки flow нам не не сообщает однако однако если я здесь скажу что входом является объект типа админ у меня возникает ошибка что фу пропорки get related owner из инкомпати был почему потому что если кто-то использовал экземпляр класса bass процессор и подставить туда чат процессор то на вход на вход нашей функции get related owner может прийти owner она принимает только админа более конкретный тип то есть для входа для входа вот сюда мы можем двигаться то есть это означает что мы можем говорить что наши функции принимают более общие типы чем заявлены у родителя а сюда не можем мы не можем принимать более конкретный тип потому что кто-то может использовать класс потомка как замену родителя и это сломает всю логику вполне очевидно по крайней мере вам уже должно быть что если мы говорим об out пути возвращаемом значение все происходит с точностью до наоборот что происходит если моя функция будет возвращать класс юзера и явно это делать то это будет ошибкой почему потому что кто-то использующий функции из bass процессор ожидает что будет возвращаться конкретный тип owner а юзер это менее конкретный тип грубо говоря у юзера может не оказаться тех методов которые ожидает пользователь поскольку функция bass процессор get related owner возвращает owner а то есть сюда двигаться нельзя в случае если мы вернем сущность типа админ все будет хорошо почему хорошо потому что у админа есть все методы да и все поведение которое есть у олнера собственно это и есть принципы замены барбары лисков поэтому давайте я верну сюда юзера чтобы убедиться что flow успокоился и ошибка пропала окей скажите вы собственно вот то что мы только что увидели и называется к вариантностью и контр вариантностью то есть к вариантность и контр вариантность это способность системы работать с саптипами или супер типами то есть саптайп это что-то что является под типом сущности до админ является под типом унера у унера супер тип это юзер соответственно соответственно у нас вот это и есть еще инвариантность инвариантность то есть это у нас к варианте это контр аварианс и есть еще инварианс это когда не шаг влево шаг вправо расстрел и так зачем вы скажете нам это все надо ведь мы достаточно редко во первых будем реализовывать такие сложные иерархии классов да и вообще да к черту этот принцип замены барбары лисков и так далее давайте посмотрим на гораздо более интересный пример умеясь функция логер которая принимает на вход сущность нейм которой съесть строка и выводит там entry на у которой это объект у которого есть поле нейм и строка и выводит entry точка нейм окей все хорошо у меня есть тип там entry какой-то у которого нейм может быть а может и не быть собственно я объявлю объекте по фу который является сущностью кипа энтики и у которого есть там нейм вася и вызову логер от мои фу вполне очевидно что все должно быть хорошо хотя подождите он горит этот тип не совместим с ожидаемым параметром property name is incompatible почему потому что поле нейм здесь обязать здесь обязательное а здесь в общем то нет да давайте вот извините вот так хорошо а если мы возьмем и поменяем поведение как мы его можем поменять вообще честно говоря согласитесь поведение достаточно странное ну почему я понимаю что entry name может быть нул однако однако у нас давайте поменяем все с точностью до наоборот entity теперь имеет тип строка а логер принимает функцию у которой name может быть строкой а его может и не быть мы все развернули с точностью до наоборот но логи функция все еще не довольна он говорит что property name is incompatible почему ведь согласитесь где логика на первый взгляд уфу гарантированность поле нейм функция логер принимает на вход сущность у которой поле нейм может быть и которого и которого может не быть дело в том что флоу понятия не имеет а как мы будем использовать поле нейм здесь возможно мы захотим в него взять и записать данные в таком случае это неправильно потому что здесь может быть его может и не быть но если мы сейчас поставим знак плюсик который говорит о том что свойства нейм ковариант на давайте так чтобы было понятнее я заранее прошу если не дай бог это видео слушают адепты функционального программирования прошу прощения такое упрощение вы можете мыслить что ковариантные сущности это сущности которые можно только читать вспомните входы нашей функции да они были ковариантными их можно же только читать входы сущности которые можно только писать они контравариантные да это те которые возвращаемые значения мы не можем прочитать возвращаемое значение в контексте функции конечно так вот если я здесь скажу что значит перри значение поля нейм ковариант на это делается с помощью дописывания знака плюсика к полю то flow будет счастлив потому что вот этой декларацией мы гарантируем что никто никогда внутри функции логер не сделает запись в поле нейм и таким образом не нарушит целостной структуры если я попробую сделать запись здесь flow абсолютно обоснованно мне скажет что ковариантное свойство нейм несовместимо с контравариантным присваиванием то есть присваивание это операция контр-вариантности честно говоря я не могу сходу придумать ни одного вменяемого сценария использование контр-вариантности то есть когда вот здесь используется знак минус в таком случае я читать это свойство не могу а вот записывать в него выполнять присваивание абсолютно спокойно собственно вот это очень важный механизм для декларации того что вы планируете делать с вашими сущностями в конкретной функции использование записи ковариантности контр-вариантности позволяет вам меньше плясать вокруг типов а в случае с классами как мы увидели flow автоматически нас заставляет и гарантирует что мы выполняем принципы замены барбары лисков хотим мы того или нет собственно вот это и есть краткое содержание всей темы ковариантности и контр-вариантности то есть опять же сильно сильно упрощая для первоначального понимания ковариантность это объявление полей объекта как read only контр-вариантность ну а полей объекта сущности вот когда мы говорим плюсик это собственно мы работаем же с полями объекта сущности как в write only минус простейшим примером ковариантности являются аргументы функции когда происходит сравнение двух функций если мы захотим сравнивать типы всегда будет учитываться что аргументы должны быть ковариантны а выходное значение функции контр-вариантны если эти два условия выполняются то функции считаются совместимыми между собой давайте посмотрим на это то есть у нас есть функция фу давайте у нас есть объект нет тип entity конечно же не забываем flow декларацию у которого есть поле процесс процесс эта функция которая принимает на вход строку а возвращает число и я создаю сущность r типа entity и говорю что этой сущности функция процесс будет принимать на вход x mixed то есть любое значение и возвращать число обратите внимание никакой ошибки нет потому что наша функция процесс принимает более общий тип чем надо и это хорошо если же я скажу что моя функция возвращает какой-нибудь допустим или number или string да то у меня будет ошибка потому что декларация типа требует возвращать более строгий тип вот собственно это все что вы должны были вынести с этого видео если возникли вопросы оставляйте в комментариях я с радостью на них отвечу пока